снова здорово друзья с вами арман и канал фрисан геймса мы продолжаем к торчик так а почему чтобы у тебя все так плохо не понял что-то ты вообще какой-то прям вообще вообще ты чё дарт фрисан сдурел что ли так пошли нам нужен гермо костюм где-то мы его с тобой находили так нет не здесь по-моему в последней секции или в предпоследний опять не здесь значит вот здесь так аста а как это я не забрал их так гермо дверь подожди а гермо костюм надо как-то одевать или он автоматически оденется где он вообще успешно внимание в рожденном служении советую одеть защитный костюм подожди стой а где-то же был гермо костюм ты чего алло мы же находили вот-вот буквально в конце прошлой серии мы нашли этот гермо костюм куда он делся не серьезно где он как это нет я чего-то не догоняю так новые предметы вот же он у меня есть нам слушаем его специально но наверное его автоматически должен одевать как считаешь сейчас проверим давай помчали тогда да 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 запустить слюзовой тек почему бы нет дай идеально идеально а а почему нас двое у нас же три было костюма роботник не хочет под водой ходить звуковой излучатель у нас есть кстати и куда нам идти так прыгать мы здесь не умеем ой тут кто-то стоит серьезно так здесь ничего нельзя полутать видимо нет выживший и как же он выжил интересно вот и гермо костюмов бесконечный запас по воздуху или где ты еще кто такой ты же не слегка то это еще и я я это еще могу разглядеть ты что из другой спасательной команды так меня зовут артириса республика посылала нас сюда для расследования что он тут внизу происходит кто такой ой ой я наемник которого республика наняла пару дней назад для того что для для того что для для расследования но все что мы нашли ага все мои компаньоны погибли силкаты просто задавили нас их были целые толпы и все они они как-то не так выглядели как будто что-то внутри их переменилось сумасшествие или что-то в этом роде ой я бы уже давно вернулся обратно на пирс если бы этот комплекс не захватили эти на забередившийся лкаты у меня теперь нет никакой возможности вернуться в шлюзовой отсек батискафов а что же вы делаете в подводной секции этого здания я обнаружил способ как добраться до залива и отрезать всю оставшуюся часть базы мне просто надо найти уборочную машину колту которую они построили на краю шахты у нее есть аварийное управление чтобы открыть двери в шлюзовый отсек батискафов и я могу войти снаружи я понял что мой единственным шансом было надеть спасательный костюм процент на окна и начало направиться кроме того на и на океанском дне будет куда более спокойно чем тут тут же полно всех этих сбрендивших селкатов мутантов которые рушат повсюду в поисках обеда слушай читаю как как то я не успеваю в этом приеде этот бред его весь вычитывать так подожди так мне все еще нужно расследовать ой 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 так мне все еще нужно расследовать я собираюсь больше не единая я собираюсь больше ни единой минуты не проводить здесь только не рядом психическая рыба даже не пытается нас обманывать сейчас я направлюсь прямиком к океанскому дну она ведет к еще одному комплексу строения пройдя сквозь них я смогу достичь уборочной машины полка мы должны держаться вместе но я не буду ожидать здесь рядом селкатами ты можешь догнать меня если хочешь вниз по коридору через дверь справа я буду ждать на дне океана там безопасно то есть подожди из этого сумбурного разговора я понял только одно что он прячется от рыб на дне океана логично они там не будут искать конечно же так это чё это зайти обратно обратно я не хочу пойти что нам вообще надо нам по факту надо только одно это карту раздобыть чтобы найти нам звездную кузницу точнее фрагмент карты как долго он не будет ждать мой заваренная дверь а я могу ее разварить так дверь была запаяна сваркой интересно снутри или снаружи так это куда но это как я понимаю налево это обратно в комплекс хрен там это в никуда опа ящики прикинь а я думал под водой нельзя лутаться а нет можно ну давай попробуем посмотрим что-то нам дашь осколочная мина средняя я думаю осколочная мина нам здесь под водой вообще ни разу никак а мы можем а нам не дают выбор группы смотрите-ка блин это печально я хотел еще кого-нибудь взять почему ложка с нами не пошел да он робот но есть же гермо костюм или костюм на робота нельзя одеть и поэтому и не идет тогда почему нам не предложили выбор третьего персонажа мол ашка не умеет плавать ты выбери кого-нибудь другого че за негатив почему нам так жестко все обрезали а вдруг мы вдвоем не справимся другу для задания нужно было втроем кстати мы силу не можем применять серьезно почему не можем применять силу под водой как у меня много вопросов и как мало ответов бунутся ладно пошли он где-то нас там должен ждать говорит иди туда по коридору и где-то справа а я вижу да хорошо а слева что я же любопытный так слева у нас не хера хорошо пошли к выжившую я те акулы чего-то испугался счет и встал то на дне морском ты шат рыб хотел спрятаться ну давай дерзай я его кулу сожрет спорим давай пошевеливайся не стоит он просто так нам нужно двигаться дальше вода вся заполнена этими не я те чё сказал сожрет же его кулу сожрет естественно так хорошо а нам-то куда так ну ну пошли здесь мне интересно акула сжирает с первого раза или как то и здоровье отнимают главное аккуратно пока они нас не видят а это все это тупик видят не видят а это тупик ну пошли обратно у нас есть звуковой какой-то отпугиватель но у нас их всего два по моему да да звуковой излучатель раз два активировать не медицинский предмет шесть а то есть их два по шесть зарядов ну ладно допустим ты ж не будешь на нас нападать ты чё это ты тип отпугнул так серьезно это не особо похоже на отпугивание а а фига она убивает она не отпугивает он убивает ты будешь шевелиться сегодня нет и заряда не тратятся великолепный и звуковой излучатель то прямо шикарный я бы даже сказал так а там акула в здании уже хорошо но как я понимаю вот эти акулы нас не могут задеть они просто для вида там созданы только те которые вот здесь вот у нас на пути встречаются да да так я вижу здесь вход у нас есть или нету здесь входа нет есть подожди не нападай на меня подожди не нападай не нападай говорю и он сюда сходить стой ты есть минус этот кстати вот там где заваренная дверь была здесь у нас есть как минимум ящик так акула за нами не плывет нет так пояс усилитель нервов так подожди это уже было это не интересно дай мне что-нибудь новенькое и куда нам дальше а ну дальше туда вот там еще одно строение фиракса иди ты нахрен если что на паузу поставлю опа да есть хорош ну пошли дальше не тупи стоп хорош так смотри у нас есть слева есть справа вход куда мы с тобой пойдем ну пошли слева если что потом пойдем справа как же он медленно двигается то кедрена батона ну чуть чуть побыстрее серьезно почему у них нет никаких двигателей на спине чтоб там хоп 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 туда маневрировать это же какой год то уже технологии то шагнули намного вперед ты чего алло так гермодверь пойдем во нормально ашка не хочешь мне вернуть а хрен там понял я не могу себе вернуть ашка стоп давай напугай всех во безумие включилось отлично блин так а вдвоем не интересно мы же так то втроем начинали всю эту экскурсию то подводную у нас получается ашка бросил есть минус так давай сюда так антидоты антидоты а ну да антидоты нам помогут потому что эти силкаты могут как-то ядом травануть походу немножко так так липкая граната допустим так ага опа нет нет ты не можешь сюда войти ты впустишь сюда фираксу силкатов нет не подходи стой снаружи я не позволю тебе открыть эту дверь чтобы сюда попали эти монстры я тебя остановлю я выкачу в воздух из помещения это тебя остановит убить их убить их скорее жернее и чего подожди стой как это в и фут еюли выжил нет 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 она сейчас достанет хиракса нет силкаты прижались нет Нет, нет. У них тоже какое-то безумие. Успокойся, я пришел с миром. Хоть кричать. Ты, ты, Сэмми, Сэмми, успокойся. Я не думаю, что они здесь, чтобы убить нас. Это зря. Кона, они... Не? Да, я думаю, что они здесь, чтобы нам помочь. Я извиняюсь за то, что я сделал. Я не знаю, что это на меня нашло. Я просто запаниковал, когда услышал кого-то за дверью. Пожалуйста, прости меня. Я просто очень испугался. Мы оба просто испугались. Когда эти селкаты сошли с ума, мне показалось, что все, кроме меня и Сэмми, тоже сошли с ума. За пределами станции было немного людей, когда это произошло. Эти фераксанские акулы разорвали их на части. А следующее. То, что нам было известно, так это то, что наши исследователи селкаты кричали и цеплялись за все, что их окружало. Мою команду, мою команду разорвали на куски и сожрали прямо на моих глазах. Сэмми, я думал, что остались только мы одни. Время от времени мы слышали селкатов и странные звуки, разносившиеся эхом по базе. Мы думали, что все были мертвы. Мертвы или сошли с ума? Должно быть, у меня была истерика. Я даже не знаю, что сказать. Я действительно приношу извинения за ужасную ошибку, которую я совершил. Я Конан Нолан, а это Сэмми. Мы ученые, которые работали здесь над проектом в хракердском разломе. Так. Ты видел звездную карту? Звездная карта? Я не знаю ничего о звездной карте, но мы вырыли кое-какие обломки, когда копали под фундаментами для последней секции уборочной машины колта. Но мы не можем сейчас туда пойти. Можем, можем... Это, в первую очередь, все произошло из-за этого. Так. Что произошло в развалинах? Мы не знаем. Не уверены. Рабочая команда была снаружи разлома возле выхода. Затем был этот странный грохот. И я чувствовал, будто у меня раскалывается голова. Это чудовище вылезло из разлома. Думаю, это была фиракская акула. Больше, чем я когда-либо видел. Огромное, чем наш батискал. Огромнее, чем наш батискал. Было такое ощущение, что оно рвет меня в голове. Затем все силкаты тоже начали кричать. И они нас завели. Так. Оно что-то охраняло? Возможно. Возможно, это и так. Наверное, оно охраняло руины возле разлома. Это могло быть и так. Наверное, у него есть логово в хракердском разломе возле выхода колта. Это также проясняет некоторые вещи. Так. Как это вы не заметили, например... Например. Как, например, то, почему оно так бурно отреагировало, когда мы подобрались близко к тому выходу. И то, почему оно такое огромное. Должно быть, оно пожирает колта. Наверное, оно такое старое, раздостигло таких размеров. Оно с таким источником питания, как колта. И тех, всех остальных фероксанских монстров. Вот почему их так много припозло, когда оно их позвало. Дети устремились на помощь своей матери. Так. Мне нужно пройти. Это было бы самоубийство. Оно все еще там. Там. Поджидает нас. Так что я могу тут сделать? Фероксанские акулы всегда были серьезной проблемой. У нас было несколько бластеров и метательных пушек, чтобы от них защищаться. Но они продолжали время от времени нападать на наших работников. Мы разрабатывали растворимое химическое соединение, которое бы их прогнало. Что-нибудь, что бы имело для них отталкивающий запах или вкус. О, я думаю, нет. Даже такое не совсем правильное было бы идеальным для этой ситуации. Нет. Оно действует не так, как надо. Ты не знаешь, как оно сработает. Так. О чем ты говоришь? По идее, тот перерепеллент, который мы создали, должен был прогнать фероксан... Короче, акул. То вещество, которое мы протестировали, оказалось для них слишком токсичным, разрушая их кожу и не позволяя им извлекать кислород из воды, закупоривая их жабры. А это как раз то, что нам нужно в этой ситуации. Что-то, что было бы убило эту чудовищную акулу, которая разрушила нашу станцию. Но мы еще не полностью изучили эти вещества. Мы использовали его в регулируемой среде. В открытом океане, кто знает, как оно подействует? Оно может повлиять на колта. Единственное, что мы знаем точно, оно убьет акулу. Мы его для этого как раз разрабатывали. Так. Как мне отравить акулу? Вы можете взять эту канистру с токсином. Мы работали над ним до того, как огромная акула навела на этот страх. Все, что нам надо сделать, так это заставить ее в главную... Да чего? Уходи потом оттуда, как можно скорее. Мы не знаем, как хорошо она подействует на огромную акулу. Так, хорошо. Подожди, не надо. Мы не знаем, как она подействует... Ой, да надо жопу мне на эту флоровую фауну. Так. Думаю, если бы мы могли разрушить технику, которую мы установили, акула бы успокоилась и вернулась... Не, я не уверен. Я уверен. Вы не можете перепрыгнуть сборочную машину, чтобы произошла перепрыгнуть с экзаменами для горючей, при этом топливные баки разорвутся и машина уничтожит сама себя. Газ, гамильон, который мы используем, это газ 1 к 3 миллионов санген, жидкость около тысячи... Серьезно. Если вы видите достаточное количество давления, будет настолько большим, что газ превратится в жидкость, и внутри машины начнется цепная реакция. Но мы потеряем все, что мы здесь построили, все эти годы работы. Это лучшее, что мы можем сделать ваше химическое вещество для вот так. Я попытаюсь отравить акулу. Вы знаете, что это будет правильным. Это не может не подействовать. Просто поместите канистру в машину и спустите ее в разлом. Акула должна погибнуть очень быстро. Нет, вам не след от этого делок. Вы можете все отравить. Да мне плевать! Могу я все это отравить или нет? Мне глубоко насрать. Где эта машина находится? Ой, здорово, пацаны. Я все равно траваную эту акулу, и мне плевать на все, и на природу, и на заражение, отравление, вообще в рот компот. Я же на темной стороне, правильно, правильно. Буду я еще что-то там придумывать? Что-то там давление создавать, разрушать технику, оборудование. Техника оборудования, так что денег стоит. Акула, денег не стоит. На акулу мне насрать. Так, здесь у нас что? Здесь у нас ничего. Здесь я, конечно же, заберу. Ага, спасибо. Труп солдат республики. Дуэльный щит иначе. Дыхательная маска. Так, дыхательная маска у нас уже есть. Она вот... Чаво! Чаво! На, все, успокойся. Отравился ты, посмотрите-ка на него. Так, подожди, гермодверь. А мне нужна эта гермодверь? Мне ж, наверное, она не нужна. Сейчас, подожди, мы с тобой разберемся. Так, мы пришли оттуда. Там эти чудовища. В смысле, вот эти два дебила. Опа, два ящичка. Так, это я заберу, конечно же. Так, это я тоже заберу, допустим. Оттуда я пришел, пройду здесь. Так, ну, я как понимаю, мне сюда надо, в эту гермодверь. Так, это я тоже забираю. Ага. Так, да, конечно, давай, пошли. Так, хорош. Минус одна. Так, еще одна гермодверь. Стоп. А, вон туда нам, походу. Так, подожди, нам, скорее всего, сюда. А где эта здоровенная-то акулка? Где эта рыбакит? Панель управления колта. Туда мне надо загрузить бочку с этим говнецом. А где большая здоровая-то акула? Я ее не вижу. Как так? Так, запустить контрольное давление, выпустить токсин, выпустить токсин, конечно же, почему бы нет? Ой, все, акулы начали дохнуть. Что-то они и цвет поменяли. Ну, допустим. О, звездная карта. Кстати, заметь, на маленьких акул-то повлияло, а большую-то нам так и не показали. Сейчас, наверное, выскочит откуда-то. Вода, по-моему, помутнела, нет? Мне кажется. Да, в рот, компот вообще. Клевать. Где ваша акула-то? Я не понял. Что, выскочит, смотри. Не, нету. Как так? О, есть контакт, хорошо. Ага, так, мы все узнали. Все, можно я к черному я... Ай, не-не-не-не. Скотина, нельзя к черному ястребу мне отсюда. Так, ну ладно, пошли. Пошли, сваливаем. Акулу, как я понимаю, убили, как и всех в округе. Технику сохранили. Карту нашли. Можем сваливать. Жалко, что ТП нельзя. Сразу на черный ястреб. Сильно далеко, что-то нам с тобой бежать. Тем более в этих костюмах это будет очень долго. Детишики, пассатижики. Что, реально нельзя? Реально нельзя. Так, окей. Мы будем надеяться в это время. Мы слили одну из звездных карт. Так это понятно, поиски звездных. Ага, понятно. Ну все, нам надо на черные ястребы отправляться уже на другую планету. Я думаю, что это на Кашиик, наверное. Потому что на Татуине мы были. Датамир. Нет, Датамир какой-то. Нет, Датамир. Это Дантуин, Татуин, Монаак. Остается Кашиик. И еще, по-моему, одна. То есть у нас на самом деле это не так много осталось-то и планет. Рыбку жалко, конечно. Ну, что поделать. Выживает сильнейший. Как бы это закон природы. Не пипец она страшная, конечно. Ну ее нахер. Так, это Герм... А подожди. А если мы сюда с тобой зайдем? У нас здесь не будет какого-нибудь второго выхода? Нет? Мне кажется, что нет. Ну, интересно же сходить. Опа! Ты откуда взялся, придурочный? Не было, не было. Вылез резко вдруг. Стой, не понял. Ай, так вот что... А-а-а... Так ты тут... А-а-а... Ты тут... Да ты охерел вообще. Так, подожди, стой. А вот откуда ты взялись, пацаны? Ашка, какого хрена? Тут сидел, даже не подготовил план с Дармом для отступления. Перебил бы хоть и дроиды всех, что ли? Лентяй-баленский. Да, это мы, получается, круг такой просто по дну сделали и вернулись на начало. Ну, это прикольно, на самом деле. Это хорошо, удобно. Откройся, здесь мой батискап. Смотри, ни одной акулы нет. Все подохли. Случайнушка, что теперь поделать? А вот мой батискап. Все, пошли отсюда домой. Пожалуйста. Так, использовать батискап, да. Пошли доложимся, наверное. Вы вернулись? Я начал бояться, что вы тоже, возможно, потерялись. Вы узнали, что произошло там внизу с оборудованием? Силкаты сошли с ума. Ваши строительства... Силкаты сошли с ума. Безумные? Что они сделали и зачем? Так, они убили почти всех на станции. Они убили всех? А наемники, которых мы послали раньше, это ужасно. Почему они все вдруг сошли с ума одновременно? Ваша строительство что-то разбудило. Что-то было там внизу? Жило в разломе, пытаясь колта? Это гигантская фирокзанская акула, которая свела с ума всех силкатов. Это отвратительно. Вся операция провалилась из-за беды, которую мы не смогли бы предвидеть и за тысячу лет. Что случилось с самим оборудованием? Кто-нибудь выжил? Выжило несколько ученых. Ну, отрадно знать об этом действительно хорошо. Но что случилось с оборудованием? Оно повреждено? Похоже, все колта заражено. Заражено? Это намного хуже, чем я мог бы предположить. Лучше бы мы потеряли все оборудование, чем повредили снабжение колта. Это должно оставаться в полном секрете. Мы можем допустить, чтобы кто-нибудь знал, что мы испортили производство колта. А то нас выгонят с планеты. Мы можем только надеяться, что повреждение со временем пройдет. О, вы все-таки нашли связную карту? Не ваше дело. Я предполагаю, что значит да. Как видите, помогая нам, вы помогли себе. Возможно, в будущем мы сработаемся. Так, полученные очки темной стороны. Шикарно. Шикарно. Ой, как хорошо. Ой, как хорошо. Так, навыки. Убеждение. Нет наблюдательности. Так, нет, давай лечение. Хорош. Способность. Ой, улучшен силовый прыжок. Воспривимчивость рыцаря. Чего? Так, 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 так. Критическое упадание оружием. Ага, способность удваивать радиус критического упадания оружием ближнего боя. Например, если оружием нужен был бросок на 1.20 для критического удара, критический удар произойдет, если выпадет 19 или 20. Если атака проходит. Ага. Ну, это хорошо. Это у нас что? Так, это не то. Что у нас новое? Ремонт взлом компьютеров. Да зачем? Так, способность присоединения всем спас броскам. Отображая превосходно физическое данное персонажа. Отражая... Ага, хорошо. О, импланты. Давай импланты. У нас нет с тобой имплантов. Силы. Использует силу. Ждай, получает временный бонус плюс 2. Так, это скорость у нас. А где темные силы? Хочу темные силы. Во! Ограничение силы действует на всех врагов ради... Ай, ты ж скотина. Не можешь, да? Отменяю действующие на вражеской цели благоприятные силы. Так, световой меч понятный. Увеличь целью этой силы противника. Отбрасывается назад на 5 метров. Так, это сила признания энергетического аддаку на... Единичного врага. Жертва получает повреждения от каждого... Так, подожди, это не то. А где же что-то мне же говорили, типа, качай вот эту дрянь. Спазмы в легких противника. Так. Опа. Влияние на разум позволяет использовать силы для убеждения собеседника. В диалогах джедая, имеющего эту способность, позволяют добавлять варианты реплик. Успех в применении этой силы гарантируется для... О, вот это хорошо. Коконь силы, поглощающий первые очки. 15 очков повреждения. Сила дает некоторую защиту от прямых атак. А есть какая-нибудь пассивная сила, нет? Вот это я не могу. Это нужен 18 уровень. Поле смерти. Это, конечно, классно, но нет. А где у нас сила, которая высасывает-то? А, так это она и есть. Сила окружает цель маленьких смерчем из воздуха. Пыли в течение 12, наверное, все повреждения. Сила создает вокруг жидателей. Кинетический взрыв. Все враги врать за 15%. О, хорош. Но это надо, чтобы окружили. Энергетическую атаку. Все враждебные цели... О, ой-ой-ой. Вот это хочу. Вот это прям хочу по-любому. Так, есть. Ну, молнией, как я понял, будем пулять, да? А теперь я могу ТП на ястреб? Да иди ты нахрен. Не могу ТП на ястреб до сих пор, ты прикинь. Это обидно так как. Где выход тут? Почему мне на ястреб нельзя ТП? Ничего не понимаю. Ну, ладно. Чего? Кто? Почему заставка? Так, силкаты, допустим. Чё тебе надо, Морш? Остановись, человек. Прилив холта к поверхности фактически остановлен. И чё? А я тут при чём? Известно, что ты спрашивал об этом, а наши шпионские мониторы в посольстве республики засекли, что ты отправился на батискафе, который спускался к разлому. Ты выйдешь с нами сейчас же и ответишь за свои действия, или нам придётся взять оси... Что? Опять на суд? Да иди ты нахер. Очень хорошо. Так, вы не возьмёте меня живым. Не будь дураком, маленький человек. В нашем распоряжении все вооружённые силы на Монако. Об этом, знаешь, сопротивляться и не успеешь даже дойти до корабля. А теперь идём с нами. Начинается в деревне утро. Тут пёрнуть нельзя, чтобы тебя не осудили. Да что за хрень? Хороший человек, наверное, наиболее ценный ресурс на Монако, потому что угрожает ремой колта, угрожает нашей расе. Мы не допустим угрозу нашему нейтралитету, нашему существованию и нашему смыслу жизни. Перед тем, моё уважение к нашей республике, для вас наступит тяжёлое время. Поток чистого колта прекратил поступать к конец океанского дня. Наш батискав появился в то же самое время. Мы полагали, что это ваше круг дела. Если республика нарушит соглашение о нейтралитете, она подвергнется очень серьёзным санкциям. Что произошло с табучей колта? Мы предупреждаем вас, человек, ложь мы раскроем. Так. Полагаю, что вы всё выяснили. Оборудование для сбора урожая выпустило токсин. Так. Ложь. Ситки пытались отравить колта. Ситки были внизу в разломе? Но как могли ситки туда проникнуть? Что? Когда мы постоянно следим за разломом, как ситки могли приблизиться к нему? Так. Они уже построили там внизу станцию. Можем, у них есть какие-то поля невидимости. Может, им помогали силкаты. Но это вряд ли. Они уже построили там внизу станцию. Я так не думаю, как мы могли пропустить такое большое движение. Невероятно. Наш собственник, наш что? Это невозможно всё. Так. Может, у них есть... А. Может, им помогали силкаты? Некий силкат? Силкат бы не посмел разрушать наши наиболее ценные ресурсы. И иностранные интересы, как известно, влияли на личности, прежде чем... Вы видели человека? Как вы узнали? Так. Там внизу было много силкатов. Это мы знаем. Что там случилось? Мы знаем? Тихо. Это будет обсуждено позже. Что ты там мне подмигаешь, слышишь? Мы знаем больше, чем вы, человек. Ваша ложь нас не ведёт в заблуждение. Я предупреждаю вас. И так, что действительно там произошло. Это ситхи. Они отравили колта. Да, да иди ты нахрен. Так. За ваше преступление противоположное запрещается появляться в этом мире под страхом смерти. Но я не сделал ничего плохого. Не дразните нас, человек. Вы были признаны виновным. Охрана, уведите заключённого из суда. Блин, не получилось, походу. Обмануть, походу, не получилось. Нам нельзя на этой планете, типа, появляться, да? Ну, вот у нас получилось быстрое ТП к ястребу. Но это печально, да. Так, где мы с тобой ещё не были? Карибан не были. Так, смотри. Дантуин были. Манаан были. Татуин были. Мы не были ещё на Кашиике, на Явине и на Карибане. Так, Кашиик или Карибан. Ну, пошли сюда. Погнали на Карибан. О, лысенький. Калонорд мертв, лорд Малок. Он не выполнил свою местью, простите меня. Наказание за провал это смерть, Адмирал Кэрот. Но провал был не ваш, а Калон. Вы можете встать. Должен ли я нанять ещё одного охотника за головами? Никакой жалкий охотник за головами не выстоит против джеда. Я не сделаю ту же ошибку ещё раз. Мой ученик Дарт Бэндон позаботится о подруге нашего юного джеда. Чего? Какой подруге? Ещё один лысый? Чё, он какой-то чёлкнутый маленько. Взял половину своего корабля и экипажа перебил. Это будущее я. По-любому так и будет. Найди Бастилу и приведи её ко мне. По возможности живой. Как прикажете, хозяин? Да хер у тебя, чё получится? У этого лысого ничего не получится. А вот у этого лысого у него получится всё. Ну? Ещё одно видение. Сила направляет нас, помогая нам проследить шаги Малака и его старого мастера. Она ведёт нас всё ближе к Звёздной Кузнеце. Некоторые верят, что Карибан – месторождение ситхов. Эта планета – злое место. Лучше всего хранить самые сокровенные тайны именно здесь. Так, казалось, Звёздная Карта находилась в некой роде пещере. Во время видения я чувствовала холод, как будто я оказалась в ловушке, как будто я была похоронена заживо. Казалось, казалось, мы находились в неком... Без сомнения, всё станет более ясно, как только мы найдём местоположение Звёздной Карты. Будет безопасно, если ты останешься на корабле. Хм, ну что прав. Большинство тёмных джедаев знают меня только по имени. Но среди них и есть несколько, кто умеет, может узнать моё лицо. Для безопасности нашей миссии я должен оставаться на чёрном ясне, пока мы... Понятно. Понятно. Обосялась, короче, ты бабонька, просто-напросто. Вот и всё. Что самое интересное, тут как бы зная лицо, не зная лицо, но по идее, если это джедай, тёмный джедай, просто-напросто силой почувствует, кто ты. Вот и всё. Тут в лицо-то знать не надо. Ой, там мусорка какая-то стоит прокачанная. Так, хорошо, мы где? Мы здесь, а проход у нас вот здесь. Механик не нужен, охранник зерка не нужен, представитель космопорта. Чего, я понимаю, ещё один джедай прибыл на маленький карман. Да, рад вас видеть. Так, вы не правы, я не джедай. Ах, я подумал, что вы джедай. По вашему световому мечу, извините. Много людей прибыли на карману отовсюду, из пространства ситков. Надеюсь, вступить в академию. Некоторые из них джедаи, которые покинули свой орден. Вы наверняка попадаете в академию. Джедаем, которые покинули светлую сторону, очень рада здесь. Так, да, я, я, я представляю. Но хватит об этом, очень радостно видеть, что чёрный ястреб вернулся. Я уже довольно давно не видел этот корабль. Так как вы постоянный клиент нашего небольшого поселения, состыковывающаяся плата только 25 кредитов. Так, на, держи, конечно, 25 кредитов. Превосходно, проходите. Пожалуйста, помните, что поселение находится под юрисдикцией ситков. Я бы посоветовал вам не мешать им. Так, хорошо, я пойду на 5-5. Чё, нет, это неправильный ответ. Снова, вы смешные претенденты. Не можете всё быть настолько глупы, правда же? Хм, я не мастер пока, но мне это нравится. Хорошо, ещё один вопрос, хотя многие из вас испытывают моё терпение. Хорошо, скажем, вы становитесь ситхом. Я ваш командир. Я даю вам приказ помиловать врага. Вы делаете это? О, конечно, Шардан, всё, что прикажете. Мы никогда не выступали против... Нет, нет, нет. Вы что, и правда думаете, что ситхам нужны такие воины? Милосердие это слабость. Если ваш лидер показывает слабость, ваша обязанность убить его и показать истинную власть. Истинную власть. Именно поэтому ситхи сильны. Спасибо тебе, Шардан, мы теперь всё понимаем. Нет, ты не понимаешь. И скорее всего, никогда не поймёшь. Ты бы не протянул и пяти минут в Академии. Другие ученики бы тебя просто разорвали. Ах, чтобы какие-то дурочки меня доставали. Может, мне следовало бы... Хм, ты, джедай, ты же хочешь пропорваться в Академии, не так ли? Конечно же, так и есть. Ага. Позволь мне поставить вопрос. Эти новички никогда не протянут в Академии. Следует преподать один урок. Однако я понятия не... Чё? Потрошение хорошо работает. Электричество и тупая травма также хорошо работают. Я всё понимаю. Я не с тобой говорил. Я думаю, сберечь им немного времени, пока их будут убивать, и просто сделаю это лично. Может, мне следует вывернуть их в шкуру на изнанку, или молния силы, и это будет наиболее впечатляюще. Или же, может, лучше слегка поиздеваться? Я с лёгкостью могу разорвать их туники, и потом я заставлю их пробежаться по всему поселению. Или же они могут чего? Что ты думаешь? Похоже, я просто не могу решить. Так. Ты не можешь просто... Так, зачем? Что они сделали? Зачем ты меня спрашиваешь? Прошу, скажи ему, отпустить нас, умоляю тебя. Почему бы тебя не спросить? Я уже достаточно устал от делишек с этими новичками. Я едва могу думать нормально. Кроме того, я нахожу это забавным. Давай, сделай за меня это решение. Так. Напугать, убей их, мне всё равно. Думаю, что смеяния будет достаточно. Короче, убей их, мне всё равно. Это то, чем я подумал. Как же это мило, встретить кого-то с таким сходным образом мышления. Идеально. А останки есть у них какие-нибудь, нет? Нет? Мне интересные новички. Даже останков не осталось. Так, бри. Хорошо, бри. А что мне вообще, в принципе-то? Где мне здесь карту-то искать? Послушайте, мои дорогие друзья. У нас несколько новобранцев в поселении во главе с джедаем. Я не думаю, что видела их раньше, а вы... Я ненавижу джедаев. А эти ещё хуже. Они всегда приходят в академию и думают, что они лучше, чем мы. Тебе лучше обернуться и уйти, парень. Ты же не хочешь неприятностей от нас. А новобранцы ещё и говорливые. Это новое для меня, Лэшоуи. Так я и думал. Ну, странник, не знаю, говорили ли тебе об этом или нет, но здесь на Карибане ситхи делают всё, что хотят. И мы ситхи. Это мы решаем, жить тебе или нет. Что ты об этом думаешь? Так, я не думаю, что есть потребность в военных действиях. Можешь попробовать убить меня. Тебе это не удастся, но можешь попробовать. Я думаю, что это большое ответственность для такого следника, как ты. Стоит ли с ситхами вообще как бы это... Можешь попробовать. Это способ общения с чучелами. Мастер, мы заряжаем оружие и на всякий случай это будет забавно. Для такой непримечательной особой это очень смелые слова. Ты понимаешь, что много ситков здесь и в дрэш-деп. Меньше, чем нужно, чтобы выжить. Дай мне убить его, Лэшоу. Дай мне сделать это. Не, не будем спешить. Возможно, наш друг развлечёт нас. Что скажешь? Развлеки нас. Рассмеши нас. И, возможно, мы подумаем, что тебе стоит оставить в живых. Так, я не ищу ни приятности. Так, будьте осторожны. У вас могут быть большие проблемы. Если вы действительно хотите сразиться, сделайте ход первым. И это будет ваш последний ход. Да, давайте так. Чё? Я думаю, что кто-то только что уделал тебя, Лэшоу. Замолчи, дурак. Если не хочешь быть следующим. Да? В любое время. Прекратите это. Это скучно. Давайте просто вернёмся в академию. Прекрасно, продолжим. Что касается тебя, я позже найду тебя. Поверь мне. Ну, короче, что получается у них? Язычком-то они ага, а вот что-то на деле-то как-то... Как-то не особо-то. Что-то как-то слабаки. Слабаки, я тебе говорю точно. Несмотря на... Ой, слушай, Кандерас, отстегнись от меня, понял? Бесишь. Так. А чё здесь? Где здесь? Где здесь искать? Это не дверь. В смысле, не настоящая. Пошли искать дальше. Где-то что-то про пещеру говорилось. Лурц. Кэш. Кэш? Кэш? Наличка, что ли? Выход из Дрежда. А куда? Вход в Академию Ситхов. Рано. А, они рано. Больше идти тут некуда. Ну, пошли, сгоняем. Почему бы нет? Почему бы нет? А, мы должны быть группы вместе... В смысле? Ашка, ты куда? Слышь, дроид, тупорылы. Ты чё? Всё, что ли, оборзил. Хозяин, он не слушает. Взял, побежал. Непонятно куда и зачем. Ага, это типа Академия Ситхов, да? Вспомогательный дроид, окей. Опа, ящички. Металлический контейнер. Это я хочу залутать. Почему бы нет? Так, есть. А, этот ящик не настоящий. Печально. Так, ладно. Опа. Опа, сейчас стычка будет. Ты, я тебя помню. Что ты здесь делаешь? Тебя послал себе джедаев? Клянусь, я разоблачу тебя, если это так. Нет, конечно же, меня сюда послали джедаев. Меня твои оскорбления не задевают. Но так оно и есть. Ты притворяешься ситхом, ситхом, но неизвестно, кто это на самом деле. Я проклинаю твое имя с того времени, когда мы в последний раз встретились. Я Белая, бывший джедай. А теперь ситх. Когда ты убил джухани, это очень омрачило меня, и мое сердце закралось горечь. А вот ты, кто ты. Я не могу прикоснуться к тебе на датуине, но здесь я могу это сделать. Ситхи научили меня, как распоряжаться силой свободы и мести за джухани. Чё, серьёзно? На тебе безумие. Так у тебя даже меча нет. Ты чё? А, нет, смотри, есть у тебя меч. Слушай, Белая, успокойся. Всё? Ты сдохла? Да, ты сдохла. Так, кредиты, боевая броня и чани, щит окружающей среды. Подожди, а боевая броня и чани у нас уже была, нет? В смысле? Так у меня не идёт никакой боя. О каком бою речь? Во. Так, бонус защиты 12. 7. Ой, я, кстати же, импланты могу какие-то там себе поставить. Да, моду реакции. Смотри, ловкость плюс 1. Опа, по красоте. Пошли дальше. Я хочу сюда зайти. Только для членов Академии Ситхи. Слышь, я хочу туда. Ты не член Ситхи, ты не носитель медалёна ученика этого учреждения. Прошу, уходите немедленно. Так, как мне тогда стать Ситхом, что это за медалёна, о котором вы говорите? Мне надо попасть внутрь, меня послали, чтобы поговорить с мастером Академии. Неудачно, да. Как мне стать Ситхом? Вас следует допустить в Академию. Это решение должен принять Ситх, который уже был принят. Вот, однако финальное решение стоит за мастером Ютурой. Полагаю, она сейчас в Кантине. Если понадобится, её найти впереди. Так, хорошо, а где мне искать Кантину? Кантина, как я понимаю, это какой-то бар, забегаловка, рыгаловка, вот что-то типа такого. И они все там трутся. Кантина, Кантина, Кантина. А, подожди, а я вроде как видел же Кантину. Туда Ашка, по-моему, сразу рванул. Вот мы сейчас зайдём, и вроде как справа будет, да? Вот это, по-моему, Кантина, нет? Гражданский, Тонкар, Родианец, непонятно, кто ты такой. Пилот, пилот. А вот Ютура бан. Ха! Она что там, баны всем раздаёт? Да ладно. Пошли поговоримся, бан заработаю. Здорово, я хочу быть Ситхом. Ты чего-то желаешь, Жедай? Давай решай быстрее, ибо моё терпение безгранично. Так, а могу я задать пару вопросов? Итак, ты знаешь, кто я? В конце концов, ты далеко не первый джедай, который пришёл сюда, чтобы оставить жалкие свои порядки. Кто вы такой? Кто я? Ты наверняка недавно на Карибане, или же ты слишком слеп. Тебе повезло, у меня очень хорошее настроение. Я Ютура бан, а второй только мастер Утер в Академии Ситхо, здесь, в Дрэжде. Я одна из тех, кто, собственно, решает, который из этих слабаков, что прилетают сюда, станет Ситхом. Почему ты спрашиваешь? Ты желаешь поступить в Академию? Ты поэтому-то здесь? Так. Да, именно поэтому я здесь. Позволь мне присоединиться к тебе. Так, в конце концов, ты просто ещё один слабачок, или нет? В тебе есть что-то действительно странное. Я не могу выразить это словами. Очевидно, что ты джедай, похоже, что у тебя огромный потенциал силы. Так, ты долго был членом их ордена. Они тебя тренировали. Да, если ты действительно хочешь знать, то я павший джед... О, давай, вот так, я павший джедай. Падаван, возможно, хотя это и не имеет большого значения. Я ощущаю в тебе достаточно чистой силы. Ну, погляди. С такой силой ты можешь стать могущественным Ситхом. Может, если я тебе позволю. Это тебя интересует? Да, это так, я хочу стать Ситхом. А, хорошо. Точно такой ответ, на который я и надеялась. Я отведу тебя в Академию. И там мы посмотрим, готов ли ты вступить в ряды Ситхом. Ты готов идти туда прямо сейчас? Да, конечно, готов. Тогда пошли. Тебя ждет Мастер Академии. Почему бы и нет? Станем Ситхом. Правильным, хорошим, адекватным Ситхом. Приветствую вас, будущие ученики. Похоже, у нас есть опоздавший. Кого ты выставляешь передо мной, Ютуро? Молодой человек, у которого много сил. Человек, у которого есть подготовка, Мастер Утар. Очень многообещающий, я полагаю. Я встречал его в поселении, презренный, если хотите знать мое мнение. Я сам буду следить об этом. Благодарю. Скажи мне, человек, что тебе известно о Ситхах? Каких предрассудках заполнен твой разум? Я убил слишком много Ситхов, чтобы у меня были предрассудки насчет них. Правду говоря, я не знаю ничего про Ситхов. Я знаю, что Ситхи могущественные, сила, с которой нужно считаться. Ситхи злые и поддаваться соблазну и моральному возвращению своей силы. Ситхи делают, что хотят, и не обращают мне. Так, не, давай Ситхи. Я знаю, что Ситхи могущественные, сила, с которой нужно считаться. Тактичный ответ, если не по сути дела. Наша власть очевидна. Вопрос имеет гораздо более глубокий смысл. Джедаи приравнивают свет к божеству и силе, а тьму к слабости и злу. Таковы их традиции, и ничего удивительного нет в этом. В том, что они вцепились в нее, ага. Но мы не считаем силу тяжелой ношей. Мы считаем ее даром, который нам надо пользоваться. Мы используем ее для того, чтобы делать всех остальных слабыми. А почему мы не должны этого делать? Потому что, так говорят джедаи, мы представляем силу. Джедаи спрятали бы ее от тебя. Они сказали бы тебе, что темная сторона слишком примитивна, легкая, и что ей никогда не приходится испытывать те чувства, которые заложены в ней. Присоединившись к нам, ты сможешь открыть свою истинную сущность. Это не значит, что ты будешь делать все только ради скрытых шаманов и жить по их устаревым понятиям. Будь кем ты должен быть изначально. Что ты говоришь, Лошоу? Ты готова познать тайны темной страны? Готова? Я готова. Дерзко и отзывчиво, как и предполагалось. Пусть эти качества пригодятся тебе. Что с тобой, Миккель? Ты готов? Да, да, да. Ага, я чувствую злость внутри тебя. Шардан, как ты? Тоже готов? Хорошо, хорошо, хорошо. А я... Я готов остаться больше. Да, будет так. Теперь. Все пятеро показали свой уровень восприятия силы. У всех у вас есть равные шансы стать настоящими ситхами. Но только у одного из вас это получится. Того, кому повезет, зачислят в Академию как полноправного ситха. Остальным придется подождать до следующего года и потом попробовать снова, если вы останетесь живым. Моя ученица Ютура будет вашим учителем и мастером, пока вы будете показывать нам, на что способны. Сложитесь ее. Как уже говорил мастер Утор, никто из вас пока что не является настоящим ситхом. Чтобы это произошло, каждый должен постараться заработать престиж, чтобы его выбрали. Как происходит выбор достойного? Вы должны сами это узнать. Помните, что вы соперники. Вот, сражайтесь за свою свободу или возвращайтесь по домам. Если вы хотите победить своих соперников, вам надо сначала выучить кодекс ситхов и рассказать мне его. Все остальное зависит только от вас. Добро пожаловать на темную сторону, дети мои. Ваши децентрные шансы именно здесь. Кодекс ситхов, хорошо. Так, все разошлись, да? А где? Не понял. В этом ящике что-то есть? Ой, хорош. Робот темного джедая. У меня есть такая. Так, хорошо, пошли. Ютура Бана. Что-то мне... А, вот и ты, мой потенциальный проект на этот год. Твой потенциальный проект? Абсолютно. По моему мнению, ты достиг такого престижа, который необходим лишь избранным для того, чтобы стать одним из лучших ситхов. На самом деле, я серьезно уверен в том, что предлагаю тебе возможность единственного дела, которое может встретиться лишь однажды. Хочешь выслушать его? Абсолютно. Хорошо, я лишь приветствую тех, кто не желает упустить своего шанса. Как я уже и говорил, без сомнения, ты являешься единственным, кого выберет утор, чтобы стать ситхом. С моей помощью, конечно же. Сразу после того, как это произойдет, он отвезет тебя в долину темных лордов гробницы Наснагаседу, чтобы ты прошел последнее испытание. Именно там ты и я будем наедине с ним. Идеально под оборону, я бы сказал, для того, чтобы сменить лидерство в Академии. Что такое важное в этой гробнице? Гробница — это древний развалин, находящийся на поверхности, который несколько лет назад посетили Дарт Ревон и Дарт Малак. Они обнаружили звездную карту. Опа, опа. Найти эту карту, как это сделали, они являются последним испытанием. В любом случае, важна не сама гробница. Ултер будет один. А это уже куда важнее. Так, ты хочешь, чтобы я убил его? Это такая погодящая перспектива? Но это же не то, как если бы я просил тебя выполнять задачу в одиночку, или как будто ты ничего не получишь от этого. Мастер Ултер не сможет устоять против нас обоих. Вот о чем мы должны отталкиваться. Это очень простое дело. Так. Очень хорошо, согласен. Я очень рада, что ты избрал мою сторону. Я начну подготовку к твоему последнему испытанию, твоей единственной. Забудь сейчас добраться туда, не разочаровывай меня. Так, хорошо, я пойду. Хорошо, я пойду, почему бы и нет. Давай, почему бы и нет. Так, нам, кстати, сразу рассказали про храм. То есть там у нас в храме у нас все хорошо. То есть звездная карта там где-то должна быть. Куда мне идти на выход? Не знаю. Так, комната у Таравина. Закрыта. Кто бы сомневался. Показалось, что открылось. Так, там не знаю, что. Ситхохранник в топку. Так, лэшу. Ой-ой-ой, вот как бы я тебе бы по голове бы чем... А можно я тебя убью? Так. Я вызову тебя на дуэль. Дуэль замечательный. Готовься, пока я буду добиваться успеха, идиот. Придурок. Так, придурок. Придурочная. Ты кто? Шар-шар-на. Неинтересный ты, чувак. Почему мне нельзя грохнуть? Я же ситх, в конце концов. Я ж на темной стороне. Так. Микель. Ситхохранник. Это неинтересно. Опа, ящичек. Опа, ящичек нерабочий. Так, ладушки. А куда мы еще с тобой не ходили? Вот здесь мы с тобой не были? Кэл. Кэл кто? Альбин неинтересный ты, чувак. Опа. О, ящичек. А это я могу, кстати, взломать. А вот все. Это теперь мой. Штурмовой пистолет ситхов. Тяжелый бластер. Повторитель. Снайперская винтовка ситхов. Так, сюда подошел. Так, 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 подожди. А, третий я не могу использовать, да? Подожди. 4.11. Бластер Мэн 0.5.10. Тяжелый бластер. Штурмовый пистолет. 3.6. Мало. 1.10. Не, все мало. Все мало, все плохо. Так, нет, подожди, нет, ты, пошли ты. Так, ну и что нам куда теперь идти? В принципе, тут уже везде прошелся, походу. мне только осталось выйти сюда а как мне тогда подойти к этому гробницы про которую она там не втирала какую-то дичь ученик ситхов не интересно здесь уже интересно так это куда это на выход как я понимаю да мне мне туда не надо дрожжи не хочу дрожжи да я там был мне там не понравилось это что это я понял наедалово хорошо сюда чтобы электричество всегда провели что ручки темновато тут света не хватает чуть за страшные звуки так комната для поединков white все слышь кто-то убили походу все дуэлянт так здесь нам делать нечего ладно пошли комната для допросов а чё ну нет а может быть сможет сделать это лучше меня этот мандалорец оказывается гораздо выносливо чем я думал они опасила нахер ты мне нужен а ты кто жертва ситхов но это твои проблемы я тут не при делах вообще не надо было попадаться ситхом так где тут еще один коридорчик у нас был неизведанный а вон туда туда нам наверное надо вот сюда да пожалуйста я пройду как много учеников и ни одного ситха прикинь как так ой ящички а можно какой нибудь чё прям вообще ни один а нет смотри один можно но так вот так хорошо спасибо а это что за мешок не могу взять так что еще могу здесь украсть почему все так ограничено серьезно почему я ситх не могу ничего нигде стыбрить ну в смысле ситх смысле ну ты понял да затем на сторону играю ничего не могу нигде взять это что дверь в долину пошли в долину хочу хочу я в долину долина темных лордов там было написано или где опа наконец мои поиски завершены я уже начинал бояться что кто-то другой убил вас и лишил меня этого удовольствия может и победил какого-то жалко выходить за гологанка рома павелите опасал за тобой но это не не уровня мои не моего уровня я обучался у самого темного лорда так ты глупец если ты считаешь что способен победить меня твое слово для меня пустой звук разве что ты хочешь попросить о пощаде нет в таком случае я постараюсь сделать это быстро и безболезненно так допустим а если я сделаю безумие не работает безумие ладно я понял тогда давай с пацанов начнем так минус пацан есть хорошо первый пацан ушел а по безумие сработало отлично так она сейчас работают безумие ой слышь ты ашката моего робота отпусти ты чё творишь-то тварь смысле ограничена броня в смысле подожди почему я не могу его атаковать то ты перестань так делать серьезно так подожди улучшенный ремкомплект попробуй так поремонтировался окей так давай лечись они все победили так и чё хоть он слабенький на самом деле был ну серьезно 3000 волокнистая броня красный двухлезвий световой меч да вообще ни разу не серьезный так аммм неинтересно неинтересно просто-напросто я думал что он будет какой-то крепкий гад оказался ну такой сильный конечно ашка потрепал нормально а сколько у нас здоровье что он с меткой пакеты ни хрена не лечит у нас здоровье херово куку его походу сколько время то нам уже заканчивать так то пора так широк это кто такое в смысле стой подожди а можно безуменно тебя вжахнуть кто такие короче не знаю кто не но они мне явно не нравятся широк вирм так хищник широк слышь мушки летучие ну-ка разошлись тут батя как бы это храм учит пещеры широк а зачем мне туда это то что я думаю а вот это гробница наверное да так ситх археолог допустим подожди это что у нас галлон лор хорошо галлон опа металлический контейнер забирай а спасибо так гробница аджунты пола подожди а нам в какую надо мммм ммм гробница нага сэдоу ага звездная карта я на картинке рыба находится в гробнице нага сэдоу мне нужна гробница нага сэдоу хорошо пошли это не та гробница которая нам нужна а здесь сколько гробниц то слышь тут раз два три четыре гробницы что ли серьезно откуда у вас так много ой пушка как у гандероса ништяк так это что за гробница марка грагнос они не хочу я к марку так вот там еще раз и два по ходу да ситх археолог как смешно это звучит ой мне наверное сюда надо по любому смотри тут у нас сразу металлический контейнер припасы улучшенный адреналиновый усилитель да нага сэдоу хорошо тогда здесь мы сразу и сохранимся с тобой это у нас будет уже получается 14 серия окей хорошо на этом у нас все если интересненько обязательно подписывайся жду твоего мнения в комментариях большое спасибо что посмотрел и да прибудет с тобой сила вот Продолжение следует...